Здесь раньше уборщица такая, Татьяна, работала. Помню, как-то сидим, разговариваем, а о ней уже домой надо. Она так дверь открыла. А что вы здесь, да? Надо было в эфир пустить. Надо выпустить. А, я не помню. Ну, там какой-то заставки вроде было. Да хватит вам уже здесь. Выметайтесь. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами находимся в желтой студии. И у нас в гостях Евгений Александрович Дробязгин. Я все правильно сказал? Да. Доктор медицинских наук, профессор, доцент кафедры. А у меня бумажки нету рядом. Я забыл. Я могу продолжить. Да. Я буду признать. Госпитальная детская хирургия лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета с заведующей отделением эндоскопии областной клинической больницы. Государственной сибирской областной клинической больницы. Он еще и тракальный хирург. Ну да. Причем действующий, рабочий. Ну да, пока еще. Правильно же ведь? Пока еще. Тема нашего сегодняшнего разговора будет это эндоскопическая диагностика лечения при опухолях трахеи и бронхов. Ну тоже такая достаточно распространенная тема. Что там они разговаривают там? Ну засунул бронхоскоп, увидел опухоль, взял биопсию. Так это работает или нет? Ну это работает, но не всегда. Потому что, опять же, надо понимать, что есть пласт пациентов, которыми мы будем заниматься в плане радикального удаления, в том числе опухоли, допустим, доброкачественных. А есть эндоскопическое удаление в трахеи в бронхах? Да, конечно. Практикуем, выполняем, удаляем. А что за опухоль-то вообще встречается? В опухоли брикосового бывает? Бывают чаще всего хондромы, как вариант, фибромы, липомы, аденомы. Это если вести разговор о доброкачественных. А злокачественные, либо это первичный рак трахеи какой-то, когда опухоль непосредственно растет в трахее, либо это вторичный рак трахеи, когда опухоль прорастает из пищевода, щитовидной железы, средостения, легкого и так далее, и так далее. То есть, если в первой группе, если это первичный опухоль трахеи, еще, так скажем, эндоскопическое лечение носит, либо такой характер, если не радикальный, то, по крайней мере, подготовительный к хирургии, то если это вторичный опухоль трахеи, понятно, что здесь эндоскопическая диагностика, это понять, что происходит с пациентом, а эндоскопическое лечение, это уже как вариант стентирования, для того, чтобы облегчить пациенту жизнь, улучшить ее качество, ну и, к сожалению, это все. На этом мы, как таковое свое лечение эндоскопическое заканчиваем. А всякие циторедукции, ну вот имеется в виду, при таких ситуациях, палеотивные же операции выполняются. Да, циторедукция может быть. То есть, надо сразу понимать, что в зависимости от роста, от типа роста опухоли, эндоскопическое вмешательство может быть выполнено в нескольких вариантах. Если опухоль растет в чистом виде в просвет, допустим, на ножке, или на каком-то зауженном основании, или даже на широком основании опухоль, можно просто механически удалить. Либо с использованием электрохирургии. Вариант удаления с помощью петли, либо срезать тубусом бронхоскопа, как вариант. Можно использовать... Ну, лазер, честно скажу, не особо люблю, потому что есть риск воспламенения в дыхательных путях и порчи оборудования пациента. Только при лазере или аргоноплазмом? С аргоном эта ситуация возможна, но это бывает крайне редко. Я слышал, конечно, такие байки, что там что-то от аргона загорелось, но скажу по нашему опыту... Да, это реальные уголовные дела есть. Вот. По своему опыту, как бы... Ну, мы, естественно, уже услышав эти все вещи, работаем на апноэ, на аргоне, да, но тем не менее, в принципе, даже был какой-то эпизод, что мы по какой-то причине анестезиологи забыли отключить аппарат, или мы работали через ларингеальную маску. Ну, ничего не произошло на самом деле. Не воспламенилось, не задымилось. Если это смешанный тип роста опухоли, то есть экзофитный, эндофитный компонент, тогда, допустим, экзофитный компонент может быть удален, и далее уже установка стенд. Если это эндофитный тип роста опухоли, или сдавление, это растетрахия извне, здесь резать, отрезать нечего. Варианты это только стентирование. Циторедукция, да, она технически возможна, и, в принципе, когда только-только начинал работать в бронхоскопии, мы циторедукции выполняли пациентам, в частности, с метастатическим раком главных бронхов, метастазы почечно-клеточного, по-моему, рака. Ну, с светлоклеточного почечного рака, да. Да, именно так. То есть вот с этой категорией пациентов мы работали. Но они удаляются, да? Я знаю, что там прогноз такой был относительно благоприятный всех опухолей, вот эти вот метастазы. То есть они просто мешают своей массой по большей части, да. Люди могут прожить достаточно долго. Там же момент какой на самом деле. То есть опухоль убрал, это прекрасно и хорошо. Все зависит от того, насколько быстро она будет расти далее. То есть если она растет дальше, просвет снова будет перекрываться, пациент обратится с жалобами. То есть у нас, во всяком случае, то есть по моему опыту, ряд пациентов было. Ну, полгода-8 месяцев, это тот срок, через который опухоль все равно вырастала, и нужно было работать. Поэтому как вариант, в такой ситуации можно... Ну, полгода же это хорошее слово. Да, конечно, конечно. Убрать опухоль и, допустим, поставить стенд, в том числе и в бронх. Это у нас дольше хватает? Да. А может стенды, это пластиковые имеются в виду, или это металлические? В трахе и в бронхах можно использовать и пластик, и металл. На мой взгляд, вот металл удобнее, потому что проще ставить и практически не надо реканализировать, например, да, в отличие, допустим, от силикона, установки силиконового стента. Силиконовый... 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 Нет, силиконовый стенд, просвет должен быть расширен. А. Достаточно хорошо. Реканализировать до того, как поставил. Да, это делается сразу же. То есть реканализация плюс установка стента. Металлический стенд, ты видишь просвет трахеи, допустим, 4 миллиметра, совершенно спокойно, опять же, поставить силиконовый стенд можно только через тубус ригидного бронхоскопа. Другого способа нет. Металлический стенд можно поставить вообще, в принципе, под видеоэндоскопическим контролем. Для этого не нужно пациента интубировать, не нужно использовать тубус ригидного бронхоскопа. Можно сделать это все на спонтанном дыхании, местная анестезия плюс НЛА. И это даже предпочтительнее у пациентов с опухолями главных бронхоскопа потому что нужно контролировать дыхание, и пациент сам участвует в этом процессе. Как только ввели релаксанты, пациент перестает дышать. Продышать его даже на маске бывает очень-очень сложно. И когда мы начинали ставить, в частности, металлический стенд, мы сталкивались с ситуацией, что мы ввели пациенту, анестезиологи ввели пациенту релаксанты, пациент не может дышать, естественно, его пытаются продышать, не получается, интубируйте быстрее, заинтубировали, зашли за опухоль, естественно, задышал, все прекрасно, все хорошо. Вот преимущество металлических стендов, в том числе при опухолях трахеи и бронхо, в том, что можно не реканализировать или частично реканализировать для того, чтобы поставить стенд. А как долго они оставляются? Они подлежат потом изъятию или нет? Или есть разные группы? Или вот в качестве подготовки к операции, допустим, операбельные больные с прорастающей опухоли, есть же такие? Ну, если такие пациенты есть, удалять надо на операционном столе в момент интубации при непосредственном, либо, соответственно, прямо на этапе хирургии. То есть, когда выделили все, тогда стенд удаляется. А чаще всего это в чистом виде палеотиф, к сожалению. И у нас были ситуации, что нам приходилось стентировать по типу стенд в стенд. Вот еще одно преимущество металлических стендов. То есть, если силиконовый стенд по какой-то причине начинает, то есть опухоль растет и начинает обрастать максимально дистальные края, стенд надо убрать и ставить стенд больше длины. С металлическими стендами чуть проще. Стенд не надо убирать. Но для начала вы, скорее всего, ее не уберете. Вариант, который может быть, поставить стенд больше длины по типу стенд в стенд. А какая чаще всего проблема к стенду подвигает? Это они прорастают опухолью или это грануляционные какие-то изменения? Вот самое смешное в кавычках и самое грустное, что у пациентов со злокачественными образованиями, как правило, в своей практике я не видел грануляционных стенозов по максимальному дистальному краям стенд. Вот я тоже задумывался сейчас, потому что я тоже вспоминаю свою историю, когда мы устанавливали такие стенды, и это какая-то редкая такая вот история. И чаще всего это прорастание. А там предпочтительные покрытые, непокрытые стенды. Полностью покрытые. То есть трахея, в любом случае, если мы ставим стенд в трахею, стенд должен быть полностью покрытым. А вот эта проблема мертвых зон, она существует или нет при стенде? Или это все зависит от длины стенда? Ну, имеется в виду, когда их потом санировать требуется, что у них там много забивается. Ну, скажем так, у нас же реснички, там все вот это. Да, ничего не забивается, на самом деле. Опять же, в чем преимущество еще металла по сравнению с силиконом у пациентов, допустим, с опухолевым поражением в том, что металлический стенд, он имеет малую толщину стенки, опять же, с учетом особенностей, и он большего диаметра. И проблема с санацией, как правило, у этих пациентов не возникает. То есть, если мы ставим... Они отцаркиваются хорошо. Да, да. Если мы ставим пациенту силиконом в металлический стенд, то есть мы прекрасно понимаем, что его внутренний диаметр составляет, допустим, в трахею от 16 до 22 миллиметров. Этого вполне достаточно для дыхания. Если мы этому же пациенту будем ставить силиконовый стенд, он в любом случае, с учетом своих особенностей конструкции, как вот эти пупыри по выступу, да, на поверхности, в любом случае, если даже стенд будет иметь диаметр по выступам 22 миллиметра, его внутренний диаметр будет порядка, по-моему, надо посмотреть, конечно, табличку, но, по-моему, порядка где-то 15-14 миллиметров. Меньше. Поэтому в любом случае меньше. Поэтому металл предпочтительнее. Но, опять же, если нет металла, берите силикон. Как это в фильме, будет у нас одни старики, арфы нет, возьмите бубен. Выхода нет другого. Как бы берите силикон и ставьте. А вот в плане диагностики еще какая тактика должна быть? Ну, хорошо, видим опухоль, видим образование. Как она вообще выглядит? Она же не выглядит типично. То есть это не какое-то уродское разрастание чаще всего, да? Это как давление из дне по большей части. Если это как бы первичная опухоль трахеи, это может быть опухоль на широком основании или на узком основании, как правило, округлой формы, либо гладкой. Если это, ну, опять же, не всегда опухоль с гладкой поверхностью является доброкачественной. Это тоже надо понимать. Иногда опухоль с гладкой поверхностью оказывается очень-очень злой. То есть момент, который нужно знать. Чаще всего либо гладкая поверхность, либо бугристая поверхность. Может там кровоточить, может не кровоточить, естественно, там перекрывать полностью или частично. ЕС, опять же, по тактике все решается на месте, но если это опухоль главных бронхов или трахеи, мы не берем биопсию в данной ситуации. Задача, пациент приехал с явлениями дыхательной недостаточности. Задача быстро восстановить проходимость. Мы делаем так называемой расширенную биопсию. Мы просто удаляем эту опухоль либо частично, либо полностью. Отправляем ее соответственно морфовываю на исследование. Исследуй сколько хочешь. Это на диагностическом этапе. Ну, нет, диагностикой мы зашли и посмотрели. Но у нас как бы в бронхоскопии любая диагностика может быть трансформирована в вмешательство. Но это уже человек, когда находится в стационаре, так понимаю, да? Но они чаще всего приезжают уже в стационар либо с ней устанавливают. Уже с найденами. Не, не факт. У нас есть случаи, я об этом всегда говорю на конференциях, что бронхиальная астма и хобл это не всегда бронхиальная астма и хобл. То есть надо понимать, что бронхиальная астма может быть фоном многих заболеваний, в частности центрального рака легкого, рака пищевода с прорастанием в трахею главной бронхи. Потому что, опять же, за достаточно вот такой относительно небольшой период, начиная где-то с 2020 года по 2024 год, ежегодно к нам в клинику поступают пациенты в отделение пульмонологии или в отделение, ну, в отделение теракальной хирургии реже, в теракальной хирургии уже с установленным диагнозом приходят в пульмонологию с так называемой бронхиальной астмой. Бронхиальная астма ночеваясь резко, принимает препараты, легче не становится. Частью какая-нибудь аллергенная. Да, типа того, как они трактуют бронхиальная астма, инфекционно-аллергического характера, тяжелое течение, тяжелая форма и так далее, но никто за этот период времени, когда пациент находился в другом стационаре, за эти 3-6 месяцев, например, не выполнил пациенту бронхоскопию, которая должна быть, по идее, ему выполнена. Актеринген, МРТ, тоже нет, на удивление. Вот почему-то появилась такая очень интересная тенденция у многих пульмонологов, да простят меня, мои коллеги, одышка появилась, спирографию сделал, там, увидел это, там, ОФВ, там, соответственно, жел сниженный, ну, значит, наверное, там, либо астма, либо хобл, давай полечим, лечит, лечит, эффекта нет, наверное, тяжелый хобл, давай, тяжелая астма, давай препараты поменяем, меняют препараты, потом, естественно, пациент поступает, и уже на этапе стационара, как таково, потому что эти пациенты, как правило, в амбулаторную ходят, так вот, доктора, когда он поступает в стационар, естественно, тогда уже запускается весь процесс, это и КТ, и, естественно, бронхоскопия, и тогда-то мы выявляем вот эти вот чудесные, в кавычках, опухоли и главных бронхов, и трахеи, и мы, к сожалению, понимаем прекрасно, что там уже, скорее всего, вмешательство будет, цитолог, цитологии не верят онкологи, в большинстве случаев, во всяком случае, во всяком случае, то, с чем сталкиваюсь сам, происходит следующий момент, это какие-то разрозненные клеточные элементы, как говорят онкологи, нам необходим кусок ткани для того, чтобы верифицировать диагноз, вот нам необходимо там определить мутацию, определить, соответственно, там степень экспрессии КИ-67, там еще каких-то различных маркеров, поэтому давайте-ка берите нам большой кусок ткани, отправляйте морфолога, морфологи делают стандартное светооптическое исследование, потом делают ЭГХ, и мы тогда будем уже пациента лечить. Ну, правильно. Нет, абсолютно правильно, поэтому к цитологии отношение такое субъективное, понятно, что если прям вот ничего другого нет, наверное, цитология сойдет с мыв какой-то, ну, нет, практически. С мывы работают, но не так. С мывы зачем? Биопсия, или расширенная биопсия чаще, и соответственно уже... А это какие-то специальные щипцы должны быть, ну, для таких апохолей, были ли кровотечения при биопсии, это частые явления или нет, когда вот мы видим опухоль, трахею в бронхах, берем биопсию и получаем кровотечение. Все же боятся бронхоскопию, на самом деле. Я имею в виду специалистов, которые занимаются, ну, стандартной, так скажем, гастроэнтестинальной эндоскопией, да, бронхоскопия, это что-то страшное, не пустянутость. Потому что человек дышит. Маленькое... Ну, все боятся чего? Маленькое пространство, маленький аппарат, маленькие щипцы, большое кровотечение. На самом деле, вот за свой опыт работы брал биопсии с множества пухолей, различной локализации в бронхиальном дереве. Кровотечение, чтобы оно началось, и его нельзя было остановить эндоскопически или потребовало, там, перевода в операционную, там, не дай бог, там, мобилизация бронхиальных артерий, я не видел ни одного. Да, подкравливает. Но, надо же понимать прекрасно, что на большом красивом мониторе опухоль трахеи выглядит гигантской совершенно, да, и ты когда... И щипцы такие же большие, и капля крови, она также очень большая. Поэтому просто этого не нужно бояться, нужно просто быть готовым к тому, что может возникнуть какая-то проблема, которая может потребовать... Минокапроновая кислота спасает. Нет. Это такая байка... Сегодня, кстати, обсуждали на кардиоторакальном форуме как раз по использованию в частности трониксама, именно внутриэндобронхиально, там, аминокапроновая кислота и всего остального. Холодный раствор работает, да, раствор с адреналином работает. В отношении, там, трониксама, дицинона и аминокапроновой кислоты в свое время тоже верил, пока не попробовал сам. То есть я прекрасно понимаю, что кровотечение останавливает не сама аминокапроновая кислота, а скорее всего температура. Холодная, да. Холодная, да. Поэтому тут момент, о котором просто нужно знать и понимать. То есть нельзя верить в чудесную силу аминокапроновой кислоты для остановки кровотечения из растворительного дела. Как мой учитель приходил всегда в реанимацию, там как бы заходят, ну там тоже, чаще всего кровотечения, там еще какие-то там вещи. Говорит, у вас лед есть? Говорит, нет. Говорит, а как же вы виски пьете? Поэтому тут однозначно диагностика. Если ты видишь прекрасно, что просвет трахеи перекрыт и необходима помощь оказывать, тут же, соответственно, диагностика трансформируется в вмешательство. Поэтому по-хорошему, возвращаясь к бронхоскопии, тут идут споры в отношении того, что нужен или не нужен набор для ригидной бронхоскопии, как кто-то говорит из эндоскописта, да, у меня нет ригидного набора, я так работаю. Это вам пока везет. Потому что рано или поздно произойдет ситуация, когда вам потребуется ригидный набор, и его не будет, и все закончится, может, очень-очень плохо. Ригид позволяет контролировать вентиляцию, ригид позволяет контролировать, опять же, аспирацию адекватно, ригид позволяет делать многие вещи, которые на спонтанном дыхании я бы делать, в принципе, не рекомендовал. Когда идет разговор о том, что я на спонтанном дыхании или на рентгенеальной маске удаляю больших размеров опухоль, тарахеи или бронхов главных, ну, вам просто повезло. То есть пока что не произошли какие-то вентиляционные расстройства, которые потребовали перевода пациента на ИВЛ, и слава богу, что все закончилось хорошо. А чем легче останавливать кровотечение? Это ригидная или гибкая бронхоскопия? И чаще работаешь в трехобронхиальном дереве, все-таки ригидная или надо убрать? Это комбинация. То есть здесь вот момент, что касается именно эндоскопической бронхиальной хирургии, тут момент такой, вот сразу хочу сказать, если это опухолевая стенострахея, если вопрос стентирования возникает, я беру гибкий бронхоскоп, струнопроводник, ставлю стенд, но ригидный набор все равно лежит рядышком всегда. На всякий случай. Если это опухоль, трахея, которую надо удалять, то есть надо конкретно реканализировать просвет, ригидный бронхоскоп, гибкий бронхоскоп находится тут же, потому что чаще идет комбинация. Ригид идет как подача воздуха и проводник гибкого бронхоскопа, а гибкий бронхоскоп позволяет совершенно спокойно убрать опухоль с использованием инструментария. Единственный момент, опять же, самый удобный вариант, если брать гибкий бронхоскоп, ширококанальный лучше, если есть возможность. Щипцы хорошие. 3,2 канала. 2,8 хотя бы. Кто придумал не включать бронхоскопы? Не знаю. Кто этот человек? Изначально. Икета Икеда. Почему воздух нельзя подавать? А зачем? Там воздух есть. На самом деле, при желании, там можно использовать бронхоскоп не в совсем бронхоскопических целях, то есть и в пищевод запихнуть при желании. Да нет, понятно. Ну, здесь-то зачем бронхоскопы? Думали, омывайки нету. То есть везде есть, а вот в бронхоскопе нужна. Ну, вот такая вот неповадка конструкции. Может, кто-нибудь доработает. Вот. Комбинация ригита и гибкая бронхоскопия позволяет решать проблемы. Не, ну, это хитрый, потому что ты умеешь владеть этим и тем способом. На самом деле, когда я тоже владел вот ригидной, ну, как владел, это было... Сейчас вот я опять работаю, там где у нас... Ну, бронхоскопия, это в виде диагностики, там санации, реанимации, ну, в общем, вот такое. Там какие-то стенты поставить, поскольку у нас активно работают эндокринные хирургии, ну, скажем, вот. Поэтому здесь ригидная, ну, не всегда очень нужна и нету ее. Может быть, я вот, наверное, к той касте, которая скажет, а зачем она мне? Но я просто знаю, умею ей пользоваться, поэтому я понимаю ее ценность, особенно там установки различных бронхоблокаторов. Тогда еще один вопрос. Если мы все-таки говорим про опухоли трахеи и бронхов, то сначала, ну, вот как из той серии, наверное, пациента, которые у пульмонолога, да, ходят, там ставят ему хобл или там астму какую-то там аллергическую и так далее, он приходит, мы видим опухоль. А в плане диагностики, что должно быть первее? Все-таки КТ, которое мы уже понимаем, на что идем, либо мы уже сами зайдем, увидим эту опухоль, все-таки возьмем эту гистологию и уже поймем, мы дальше КТ догонимся. Все зависит от ситуации, от степени выраженности дыхательной недостаточности, с которой пациент поступает в стационар. Если он лежать не может на КТ, а там же в любом случае желательно, соответственно, что пациент задевал вдох и не дышал, а ему и так плохо, а его тут еще мучают на КТ, поэтому в любом случае эндоскопия впереди планет всей. Если состояние позволяет, то есть есть какие-то явления дыхательной недостаточности, допустим, там ДН1 или есть одышечка, которая, так скажем, выражена или не выражена, там усиливается, там при физической нагрузке в начале КТ, потом бронхоскопия. Стентирование, ну вот хорошо, есть пациент, мы видим проблему, понимаем, что это опухоль, ну, либо сдавливающая, либо прорастающая, в принципе, не понимаем. Дальше мы чего делаем? Нам надо развентилировать человека, то есть мы берем, ставим стенд. Это мешает как-то дальнейшей диагностике этих больных или нет? Мы же можем перед выполнением стентирования взять биопсию, нам же ничего не мешает это сделать на операционном столе. Хитро. Взяли биопсию, то есть даже не смотря на УТУ дыхательную недостаточность, то есть мы выполняем биопсию, обязательно посетим стенд. Да, мы же контролируем ситуацию, в любом случае, в операционной работе уже проще. Анестезиологи готовы, все готовы к тому, что может что-то пойти не так, даже если вдруг что-то, так сказать, пойдет не так. Хотя на самом деле, всегда говорю такую фразу, хорошая импровизация, это заранее продуманная, это репетированная импровизация. То есть в голове всегда должен быть четкий алгоритм. Если вдруг что-то пошло не так, что ты будешь делать? Какие твои дальнейшие действия будут? Подкровила, помыл, попросил вести тот же самый трониксам, но только не в бронхиальное дерево, а вести его внутривенно. Задышал чуть хуже, вытащил бронхоскоп. Опять же, на ненавазивный ВЛ, допустим, пациента развентилировали. То есть все зависит от состояния пациента. Формально, если ты видишь смешанные те просто опухоли, даже с выраженным каким-то стенозом, ну хорошо, но щепни ты 2-3 куска ткани в любом случае, отправь это все морфологу на исследование, потом поставь стенд. Потому что, если ты поставил стенд, не факт, что ты доберешься потом до опухоли. Да, можно добраться, если ты прекрасно понимаешь, что там пищевод, щитовидная железа, еще что-то, можно, соответственно, щепнуть далее у кого щитовидную железу, либо, соответственно, набрать материал из пищевода. А если нет? Поэтому формально взял кусочек ткани, 2 кусочка ткани поставил. Ну хорошо, мы увидели опухоль, понятно, что обтурация, мы взяли биопсию. Уже можно стенд ставить. То есть, она еще ответ не готов, мы еще не знаем, что там. Но у нас же пациент не дышит, с другой стороны, у нас же есть признаки дыхательной недостаточности, то есть, велика вероятность того, что по приезде в палату пациент не доживет до ретатой гистологии. Поэтому поставили стенд. А тогда предпочтение все-таки саморасширяющимся здесь. А чего это вообще критерий зависит? Саморасширяющийся либо пластиковый? По большинству это зависит от материально-технического обеспечения клиники. Я честно скажу по своему опыту, если это рак, я предпочту ставить металл, если это рубец, естественно, однозначно силикон. Но если при у пациента с опухолью злокачественной трахеи у меня под рукой не окажется металлического стенда, я поставлю силиконовый стенд, предварительно выполнив реканализацию. Единственный минус еще такой очень существенный минус силиконовых стендов, они имеют слабую радиальную силу. То есть, если металл в любом случае он раздавит, он свой диаметр доберет. С силиконом очень плохо. Если имеется компрессия трахеи, стенд очень сложно расправить в силиконовой в просвете. Требует больших усилий и не всегда хорошо расправленный стенд там удержится. То есть, пациент может чихнуть, кошлянуть, стенд может просто вылететь либо вообще, либо вылететь за участок сужения. То есть, чаще всего силиконовый стенд будет мигрировать выше, уходить за участок. Выше все-таки? Чаще выше. У пациентов с опухолью он будет уходить выше. При стенозе трахеи здесь и так, и так может быть. Но с опухолью чаще всего он уйдет выше, если это с давлением извне. А как можно ниже? Там же есть определенные параметры. Ну, в шее, разума шеи. Там всегда проблемно стоять эти стенды, они там болят очень сильно. А здесь есть голосовые складки, то есть, подскладочное пространство, ну, особенно всякие анапластики, которые вот из пищевода прорастают. Там же тоже есть проблемы, какие-то нюансы с нитерами. Нюанс только такой. Верхний крест стенды не должен касаться голосовых складок. Если он касается голосовых складок, естественно, он травмирует, это приводит котелку к нарушению дыхания. Если есть хотя бы там, полмиллиметра, миллиметр, там, два миллиметра ниже, в принципе, можно поставить стенд. Единственное, что мы справляемся с этой ситуацией, еще понимая, что подскладочный отдел зона такая и с хорошей иннервацией и, естественно, очень так чутко реагирующая на какие-то народные тела отеком, как вариант, назначьте пациенту ингаляторы глюкокортикостероидов. Совершенно спокойно. Тот же самый бекламетазон. То есть, здесь эффект не лечения какого-то бронхиальной астмы или хабла, а эффект именно убирания отека за счет действия кортикостероидов. И, в принципе, мы, во всяком случае, с тракальными хирургами это очень четко практикуем. То есть, пациент, которому поставлен стенд в трахею, будь то металл, будь то силикон, он всегда уходит как минимум на 7-10 дней с рекомендациями использовать ингаляторы глюкокортикостероидов. Это вариант, который позволяет обойтись без каких-то проблем. И еще один момент, опять же, купирование кашлевого рефлекса. Инородное тело дыхательных путей это выраженный кашлевой рефлекс. Ну, есть чудесный препарат, который называется морфиногидрохлорид. Вот только он активно действует, хорошо-хорошо действует на самом деле. Ни промедол, ни омнопон, они кашлевой рефлекс не подавляют практически. Но это больше при силиконах нужна история. Да, при силиконе, да. И при металле тоже, кстати, кашлевой может быть достаточно хороший. У нас были случаи, что стенд вылетал в голосовые складки. Стенд мы ставили пациенту в левый главный с переходом на трахею. Проходит примерно там полтора-два часа, пациент решил, что-то он защекотало у него в горлышке, он решил покашлять. Он покашлял, голос пропал. То есть, если у пациента после стентирования пропадает голос, значит, скорее всего, либо стенд под складки, либо стенд в складках. Делаем эндоскопическое исследование, стенд в складках. Ну и потом просто переставляете. Да, достали, достали, поставили снова. То есть, это вариант, который возможен, опять же. То есть, бояться каких-то осложнений, ну, надо быть к ним просто готовым. Ну, это просто сказать, наверное, в желудочно-кишечном тракте это немножечко попроще смотрится, а здесь же дыхание. То есть, ты как бы воспринимаешь человека, наверное, с одной стороны, вот он лежит, сейчас я ха сделаю, он тут раз дыхание падает, анестезиологи волнуются. По, опять же, своему опыту, мы как-то удаляли опухоль, трахеи, мужчине с очень небольшим ростом, но с очень хорошим весом. И были действительно сложности с вентиляцией, когда сатурацию опускалась до 35. Опухоль, нижний третий трахеи на широком основании. Мы так тоже бравируя думали, что сейчас найдем, зайдем, петлю набросим, быстренько отожжем и убежим. И все будет прекрасно, и все хорошо. Зашли и понимаем, что петля не набрасывается. И в итоге мы не отжигали эту опухоль, а мы ее, как на уроке труда, тубусом ригидного бронхоскопа просто кусками срезали, стачивали ее. И эти кусочки отправляли, естественно, морфологом, отправили морфологом на исследование. Ситуацию пускал за 35. Ну, опустилась, опустилась, анестезиологи начинают, естественно, по этому поводу вполне закономерно паниковать. Ну, тубус проводишь за участок сужения, даешь подышать и работаешь дальше. Да, эта процедура заняла, там, мы планировали сделать это все за 10 минут, а сделали за полтора, там, полчаса, но тем не менее. Ну, вопрос же в другом, как бы, если бояться и если этого не делать, то ты никогда это делать не начнешь. То есть, такой, ну, понятно, что для себя это должен быть какой-то челлендж в плане того, что дать какой-то вызов самому себе, сделаешь, не сделаешь, получится, не получится. И опять же, это жизнь пациента. Надо обеспечить пациенту комфортное даже дожитие, если уж так можно сказать. Ты понимаешь, что он, скорее всего, погибнет от прогрессирования полиорганной недостаточности, но он не должен уметь от асфиксии. Бери и делай. Меня учили так. То есть, учителя, которые не занимались эндоскопией, на которые привели меня в эндоскопию, всегда говорили так, бери и делай. Открывай книжку, читай, смотри, разбирай, подходи, учись и делай. Сейчас тренинг-центры очень есть. А есть по бронхологии что-нибудь такое сейчас проводится? Тренинги... Мы у себя проводим тренинг по базовой бронхоскопии и по продвинутой бронхоскопии. Есть хороший тренинг-центр в городе Санкт-Петербурге у Игоря Владимировича Васильева. И есть тренинг-центр у Ильи Владимировича Силакузова. То есть, есть где поучиться уже. Просто в то время тоже, в основном уже сейчас университеты, которые готовят специалистов, там же нет базы. Ну, как базы есть, но нет какого-то оборудования, которое готовило бы людей. Ну, то есть, лекции по рукздраву, да, замечательные. Лекции по реанимации, там, бронхологии, пульмонологии есть. А вот руками что поделать, где-то точить мастерство, к сожалению, нет. Есть такая проблема. И, кстати, что касается Ригида, на самом деле, правильно заметил, что, ну, не каждый владеет, не каждый освоил. Да, кажется, что это очень сложно. Но, если у тебя получается, если ты освоил методику Ригидной бронхоскопии, во-первых, ты никогда ее не забудешь уже. Это навык останется с тобой, да, навсегда, потому что, как бы, там, забыть сложно, на самом деле, очень. И второй момент, ты действительно получаешь широкие возможности для работы, в том числе, в эндоскопической хирургии. Я вот когда обучился, тоже мне очень понравилось, и, ну, пока не пригождается моей повседневной жизни. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, спасибо вам огромное за то, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а я вот подарю сумочку такую, шоппер, тому, кто самый умный вопрос задаст. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok